Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова увидеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня наше видео будет посвящено украшениям Сваровским. Мы поговорим о том, как зародился этот бренд, каким он был до того, как в 2020 году произошла просто смена креативного директора и вообще переосмысление своего бренда. И посмотрим, конечно же, мою коллекцию украшений. Поэтому, если вам интересно посмотреть, что в этих красивых заветных коробочках, то подписывайтесь, пишите комментарии и бегом смотреть. Давайте буквально в нескольких словах поговорим о своем бренде и об истории создания. Создатель бренда Сваровский — это Даниэль Сваровский. Он родился в Австрии, поэтому бренд считается австрийским. И, конечно же, он не как-то так взял и решил в Уберке заниматься огранкой камней. Нет, он родился в семье, которая уже давно занималась ювелирным делом. Тогда это назывался Багенский хрусталь. Дальнейшим этот хрусталь прославился как Чешский хрусталь. То есть его семья уже давно поглощала его этими традициями, погружала все больше в ювелирное дело, он интересовался камнями. И развивалось все это примерно в конце 1080-х годах, 1892-1888. Тогда он ездил на экскурсии, смотрел, какие есть определенные производственные силы, как обравлять камень, какие есть машины, какая техника вообще существует. И тогда, когда он посещал непосредственно эти выставки, ему пришла идея, что он хочет создать такую электронную классную машину, которая будет нереально круто обрамлять хрусталь, и он будет таким классным полноценным аналогом даже выше на уровень, чем бриллиант. Потому что тогда хрустали обравляли только определенным методом, и он захотел сделать именно свою авторскую методику, чтобы было больше граней, был круче преломлялся свет, и все это смотрелось так, как мы привыкли это видеть в камнях Сваровский, потому что у них, конечно, действительно особое сияние. И зачастую ты можешь посмотреть на бриллиант, ты можешь посмотреть на камень Сваровский, и Сваровский будет сиять куда краше и куда ярче. Ну, конечно, мы понимаем, что это разные ценовые категории камни, но тем не менее, вот что говорить об огранке, то она просто феноменальная, и все это смотрится очень красиво, дорого и богато. Сама концепция этого бренда родилась в том, что, конечно, не каждый может позволить себе купить дорогущие бриллианты, особенно если это связано с кинопроизводством, это связано со спектаклями. И когда Данил Сваровский придумал эту технологию и начал делать просто какие-то нереальные камни, конечно же, все, театральная сфера, Голливуд, они начали с ним взаимодействовать, и он был основным из самых влиятельных поставщиков камней. Многие фильмы с Мерлин Монро, она носит непосредственно там украшения от Сваровски, с Готьей они делали тоже коллекцию, все платья были усыпаны Сваровски, это уже, конечно, после смерти создателя. И тем не менее, как бы он был вот таким поставщиком дорогой, люксовой жизни, которая доступна многим. И концепция этого бренда заключалась в том, что любой человек, если он хочет сиять, как там, не знаю, Мерлин Монро в одном из своих самых популярных фильмов, ты можешь прийти и купить себе хоть просто увеситься всеми этими бриллиантами, потому что ты можешь себе это позволить. То есть это доступные бриллианты. И так, собственно, они и прославились. И давайте, наверное, прям начнем вот так параллельно перетекать к распаковке, и я покажу украшения, которые у меня были еще прошлого периода, Сваровски, и нового. Вот тот период, когда они считаются такими бриллиантами, которые доступны многим, и мы, собственно, можем это увидеть в концепции украшений и то, как они выглядели. У меня одно из самых первых украшений, которое появилось, это вот такие потрясающие серьги. Скажу честно, что я их подглядела на одну из своих знакомых, и я просто не могла представить, что это, потому что это сияло нереально красиво, и я просто не могла спать, пока я не найду эти серьги, потому что настолько они мне понравились, такими они были классными. И мы ходили с мамой, я помню, по ювелирным магазинам и спрашивали, а у вас есть какой-то огромный камень, чтобы он сиял? Но выглядело так красиво, и когда я узнала, что это Сваровски, я каким-то просто тайным путем, потому что я у девушки это не могла спросить, я так, ну никак, это в мои какие-то концепции жизни не вкладывалось, чтобы я узнавала напрямую, где купить такое же украшение, я увидела в группе, Ревгоша, кажется, во Вконтакте, что там вот девушка была с такими же серьгами, я написала, сказала, пожалуйста, подскажите, что это, что это, и мне сказали, что вот это непосредственно Сваровски. Я побежала и купила. Это уже мои вторые серьги, потому что первые я потеряла в Грузии, к сожалению, и для меня тогда это была трагедия, потому что я их носила каждый день. Каждый день я была непосредственно в этих серьгах, потому что они мне невероятно нравились, они просто, не знаю, они были моим стилем жизни, моим вторым. И когда я их потеряла, я очень сильно расстроилась, хотя они были не самых дорогих, то есть, ну, они порядка стоят 4-5 тысяч рублей. Тогда для меня это тоже было дорого, но как бы в целом можно было приобрести вторые, но тогда, мне кажется, закончилась моя невероятно сильная любовь к этим серьгам, потому что потом я их все равно повторила, потому что, ну, я их обожала. То есть, я их постоянно носила, это была часть моего имиджа. И я их повторила спустя время, и ношу их сейчас реже гораздо. То есть, как-то вот у меня прошла невероятная любовь к ним, но, тем не менее, одно время я просто года 3-4 их абсолютно не снимала. Это большая модель, кажется, называется Белла, если не ошибаюсь, и у них есть еще поменьше. Они тоже бывают различных цветов, то есть, можно и с голубым камушком купить, и с золотым. Здесь все предельно аккуратно и ясно. То есть, это вот большой камень Сваровский, он обрамлен непосредственно металлом, и здесь вот такая замочка, который очень удобно носится, не ощущается комфортно, чувствуется на ушке. Здесь у нас есть логотип Сваровский в виде лебедя, что все это оригинальное. Но единственное, что меня подрастроило, что когда я покупала изначально эти серьги, у меня, например, не было вот такой какой-то коррозии металла, я не знаю, что металл немножко потемнел. Я здесь вижу, что у меня появляется небольшая патина, вот зелененькая, да, и для меня это странно, потому что я их редко ношу, им примерно, ну, хорошо, им там 3 года, но я их действительно носила очень мало. Сейчас мы уже обсудили дизайн, давайте я покажу, как они смотрятся. Я их ношу мало, но, тем не менее, вот какие-то, да, недочеты на металле появились. А на тех, конечно, возможно, у меня какое-то до сих пор идеализированное представление, но мне казалось, что те гораздо лучше выглядели, хотя я их носила постоянно. Вы можете сказать, что, наверное, вот там патина, возможно, да, появляется из-за того, что, ну, серьги лежат, они в простое, но, тем не менее, как-то я не знаю. То есть это точно оригинал, потому что я покупала в официальном магазине, но, тем не менее, как-то, мне кажется, может быть, партия другая, и по-другому они как-то сделаны, но вот я немножко подрастроена, что носила я их редко, но немножечко они подувяли. Вот, но говоря о камне, конечно, это нереальное сияние, это смотрится очень красиво, мне нравится, что они минималистичные, что здесь нет лишних каких-то штучек на замочке, да, это просто вот красивые такие сияющие серьги. Они красиво смотрятся на вечер, я видела у многих звезд именно эти серьги, это как раз вот та отсылка, да, что вот в голливудских фильмах зачастую все были сваровские, потому что это дешево, это доступно, потом уже там все переходят на Тиффани на эти контракты, да, но все равно там на площадку, например, нести какое-то дорогущее украшение Тиффани, это ответственность менеджера, это нужно за ним смотреть, а сваровские, даже если там что-то с ним случится, не так страшно компенсировать. Поэтому эти серьги я реально вижу очень часто у звезд, я вижу у селебов, у тиктокеров, всего прочего, потому что они просто очень красиво смотрятся и с вечерними какими-то вариантами, да, и просто повседневной жизнью. Я вот ношу их, когда ношу, да, могу так носить, могу с футболкой, то есть мне нравится, как они смотрятся. И мне кажется, что именно эта модель, она одна из более приближенных к современному сваровске, потому что сейчас мы еще поговорим про то, что там все вообще максимально поменялось с точки зрения концепта, но так как это большой камень, хотя это бы самая большая модель, то он еще, мне кажется, так актуально достаточно звучит, и в принципе их можно носить, никто даже не поймет, что это там старые какие-то коллекции. Но, например, следующее украшение, оно, мне кажется, вот максимально про какой-то стандартный сваровский, о котором я вам рассказывала, что вот это выглядит просто как какое-то очень аккуратное миниатюрное украшение, будто бы это такой прекрасный у вас бриллиант, да, здесь тоже у нас камушки уложены, то есть оно очень-очень аккуратное, и я его честно скажу, что ношу очень редко. Оно мне очень нравится, поэтому я не могу с ним распрощаться, потому что оно красивое, оно невероятно, не знаю, нежно смотрится. Здесь красивое плетение у цепочки за счет вот этих довставных элементов, она тоже переливается, вот смотрите, как оно красиво на солнышке смотрится. То есть это очень красивое украшение, но оно немножко не про меня, потому что оно очень деликатное, оно очень аккуратное, а я тут тоже, вот здесь, кстати, мне кажется, в металл будто бы лучше. Сейчас я посмотрю. А нет, здесь тоже вот немножко потемнел металл, но это не сказывается, то есть оно просто потеряло свой блеск, но тем не менее выглядит хорошо, потому что это все-таки сзади, там больше всего потеет шея, но все выглядит отлично. Не могу сказать, что я уже часто его носила, опять-таки, но вот патины здесь нет, здесь как будто бы лучше покрытие, в общем, не знаю, что. Но что надо сказать, что, несмотря на то, что там я долго ношу эти серьги, камень вообще не теряет своих характеристик, то есть он по-прежнему такой же светлый, такой же отражающий блик, очень красивые камни, но будьте осторожны, они бьются. Дальше будет история о том, как я разбила одно из украшений. И здесь тоже у нас лебедь с такими красивыми тоже кристаллами от Сваровски. Что такое вообще кристалл Сваровски? Несмотря на то, что я вот читала его биографию, и все там говорят про огранку хрусталя, и то, что вот они связаны были тоже с хрусталем, да, это не хрусталь. То есть это свои запатентованные кристаллы. Я прочитала, что у них порядка там более 20-40 различных кристаллов, и это их какого-то запатентованного ноу-хау, они не делятся, из чего они состоят, что за как бы история этих всех камней. Но, тем не менее, вот особая огранка, и за счет этого они так красиво выглядят. Они и цирконии, например, красиво обрамляют, за счет чего они сейчас тоже, да, какие-то более цветные коллекции выпускают, потому что они говорят, мы там хороши в цирконе. То есть они не только работают с хрусталем, они непосредственно работают с различными-различными камнями. Вот. Ну и перейдем опять-таки к этой красивой цепочечке с подвеской. Она очень красивая, она очень нежная. Наверное, я сейчас надела, и вы спросите, Даша, почему ты ее, например, редко носишь? Потому что она очень красивая, прям, правда, деликатная, подо все подойдет. И, наверное, если, например, мы бы там пошли с вами покупать что-то из бриллиантов, то, скорее всего, мы выбрали похожую форму, потому что она вот очень аккуратная, и, наверное, так красиво сияет, что никто ее не отличит, да, что это за камень. Но так как как-то, я не знаю, вот для меня она слишком деликатная. То есть я люблю более какие-то экстравагантные истории. Но так как она очень красивая, очень нежная, я ношу ее... Кстати, я забыла, не взяла сейчас с собой, но я ношу иногда чокер. То есть здесь чокер, и для меня он утяжеляет как раз образ, делает его более таким говорящим за себя. И я вот ношу со вторым слоем, с третьим, тогда она как-то интереснее смотрится, на мой взгляд. Но если вы любите что-то простое, то вот как раз-таки, мне кажется, вот это прям визитная карточка старого Сваровски, потому что просто красиво, аккуратно, будто бы бриллиантик, но никто не поймет, что это. Вот. По стоимости, я думаю, она тоже была в районе 5-6 тысяч рублей, но важно, что здесь она идет уже с цепочкой. Цепочка красивая, но кажется, подвесочка несъемная. То есть вы не сможете ее использовать, но вместе они смотрятся очень хорошо. И я вот сейчас смотрю и думаю, может, зря я ее редко ношу, потому что она красивая. Нужно просто какие-то аккуратные образы. Ну, просто вы посмотрите новое украшение от Сваровска, которые у меня появились, и посмотрите мое предыдущее видео, и вы поймете как бы все у меня, потому что я просто вся бешеная, я не знаю, всем этим только можно, и, конечно, для меня это немножечко деликатненько. Не простовато, просто деликатно. Но, наверное, как говорят, простота — это главное украшение женщины, поэтому нужно прислушаться и почаще ее носить. Вот. Ну и пока я вся сижу в старом Сваровске, давайте я вам расскажу, что вообще произошло. В 2020 году на пост креативного директора пришла новая прекрасная женщина. Она... Я напишу имя, потому что у нее было сложное имя, я не хочу выковеркать. Вот. Поэтому эта девушка приходит и просто меняет все с ног на голову. 125 лет бренду. Она у нас, значит, стилистка из Италии. Она фэшн-директор, креативный директор, фэшн-редактор. То есть она занимала просто все возможные креативно-фэшнские и различные позиции. И она приходит и просто все переосмысливает. Они тогда удалили Инстаграм, запрещенная сеть на территории Российской Федерации. Они удалили все свои дальнейшие социальные сети, все обнулили и просто сделали все заново. Они переосмыслили логотип. Это, да, лебедь. Он стал лебедь уже в огранке в мире этого хрусталя. Они переосмыслили концепцию, то, как выглядят рекламные материалы, то, как выглядят маркетинговые компании. И если раньше мы говорили о том, что это доступные бриллианты для всех, да, что это все-то такое, ну, правда, вот как будто бриллиантовая подвеска. Кто знает, как бы, ну, да, вот висит у меня тут 0,7 каратиков, да, почему и нет. Вот, а сейчас они сказали, нет, мы не про уникальную огранку, которая придает какому-то хрусталю вид бриллианта. Мы не закос под бриллианты, грубо говоря, а мы сами самобытные камни, и мы должны гордиться тем, что мы сваровские. Мы не подделка на бриллианты, а мы крутые камни сваровские. И в этом во всем и видна вся эта концепция, потому что сейчас у них пошли уже крупные украшения. Конечно, сейчас в целом есть тренд на крупные украшения, на стейтмент украшения, украшения из кристаллов. Но посмотрите, когда они выпустили эту коллекцию, у них первая коллекция называлась Collection One, и там было представлено порядка 25, по-моему, различных украшений, и она разошлась просто вообще, все звезды ходили. Я понимаю, что это могут быть коллаборации, что, скорее всего, там на бартер тоже отправляли, но, тем не менее, все были сваровские. Вот я сейчас сделаю картиночки, вот эти, не знаю, кольца-печатки, да, с кристаллами, серьги с кристаллами, такие овальные серьги мне тоже очень понравились из кристаллов. Это все выглядит здорово, и действительно, я немножко уже в тот период, в 2020 год, там еще, по-моему, было написано, что у них очень сильно выручка упала, то ли на треть, то ли там на 50%, и они тогда сокращали людей, им нужно было что-то сделать, что-то придумать. И я считаю, что это свежее дыхание, оно просто наполнило бренд какой-то уникальностью, потому что я уже тоже тогда, то есть у меня были эти серьги, которые тоже я, ну, редко достаточно ношу, но, тем не менее, они все равно, ну, мне нравятся, они очень красивые, они праздничные, они здорово вписываются в образы. Но я редко заходила в Сваровский, потому что там все было немножко вот с таким оттенком Пандора. Хотя, знаете, вот мне кажется, что у Пандоры есть характер свой. То есть вот, например, там, моя сестра очень любит Пандору, и она на ней очень красиво смотрится. То есть я немножко просто, мне кажется, выросла из Пандоры, но тем не менее у Пандоры есть свой стиль. И вот у Сваровски не было этого стиля, да, то есть это были просто красивые, аккуратные колечки, да, невероятные камни, да, это все супер блестит, но вот не было дизайна, вот дизайна, мне кажется, не было. И они делали дизайн, да, то есть пришла эта девушка, просто перевернула все и заявила о себе. И они очень много теперь используют камней цветных, потому что мы не бриллианты, все, как бы история с заказом под бриллианты закончена. И поэтому сейчас, если вы посмотрите, у них очень много как раз-таки различных цветовых решений. И сейчас коллекции, они представлены, такие же серьги в голубом оттенке, такие же серьги в золотом, в черном. То есть все различные варианты, которые как раз не пересекаются с цветом бриллиантов. Вот, поэтому здесь просто сейчас новое какое-то веяние, я обожаю еще Сваровски, я постоянно за ними смотрю. Они уже пошли немножко и в Тиффани, и в Эрме, и во все вот это, потому что они стали пускать и одежду, и украшать, я не знаю, бутсы своими стразами, и коллекцию очков они сделали, и сервиз они свои сделали. В общем, они все, они лакшери-бренд, поднялись цены, мне кажется, так прилично, потому что их украшения сейчас стоят в порядке 20-30 тысяч рублей. Если мы говорим, как-то очень массивные коллеги, это может и до 100 тысяч рублей доходить. То есть, да, цены так подняли, но и, знаете, все про них стали говорить, все стилисты, все фэшн-инфлюенсеры. То есть они, мне кажется, это один из самых лучших примеров на моей памяти, как возродили бренд и сделали это очень круто. Это маркетологи, пиарщики, те, кто придумывают украшения, да, дизайнеры, это все прям очень красиво. И у меня из новой коллекции есть два украшения. Во-первых, посмотрите на сами коробки, они тоже, мне кажется, очень красивые. То есть это тот случай, когда вот тебе не хочется выбрасывать коробку, и тебе хочется, чтобы она просто так вот красиво лежала и напоминала о себе. Изначально я приобрела колье, нет, простите, у меня нет колье, я изначально приобрела кольцо, а потом я приобрела еще одни серьги. И честно, я все хочу. То есть у меня много вышло с тех украшений от Сваровски, потому что они очень красивые, но мне теперь не нравится, что они есть у всех. То есть там, мне, например, очень нравится, как я сказала, уже кристальные серьги, но они уже немножко отбыли свое, скажем так, все их поносили, я их не приобретаю. Кольцо розовое с розовым камнем, мне так нравится. Мне нравятся серьги, кольца с кристаллами, тоже смотрятся так празднично. Но из-за того, что они уже есть у всех, мне как-то не очень хочется. И я купила, мне кажется, максимально не мейнстримное, особенно кольцо. Я его очень редко у кого видела, у инфлюенсеров я не видела вообще. То есть я видела только в инстаграм-аккаунтах, и я прямо от него кайфую. Друзья, буквально секунду вашего внимания. Пожалуйста, остановите это видео, напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это нереально мотивирует, помогает и вообще продвигает мой канал. Это для меня очень важно, потому что я вас люблю, ценю. И будет здорово, если вы дарите мне знать, что вам тоже нравится мой контент. Красиво. И вот с этим кольцом у меня связана одна грустная история. Ну, грустная, но с хорошим концом. Давайте посмотрим на нее. Это двойное такое кольцо. Оно очень красивое. Изначально давайте я покажу, что было в комплекте. У них идет... Пока я достаю, как-то сложно. У них идет, соответственно, гарантия на украшение. И различные тоже в виде кристалла. Видите, как все это красиво. Это сертификат подлинности, и по нему, соответственно, можно и по гарантии сдать, и обменять, и починить, и так далее. Здесь у нас лежит буклетик о нашем украшении. И, соответственно, тоже инструкции по уходу на всех языках мира. Вот. Тоже очень красиво. Смотрите, как это все аккуратно сюда вкладывается. Прям вообще молодцы. Очень все красиво сделали. И, соответственно, кольцо. Оно двойное. Это как кольцо-трансформер. К слову, сейчас расскажу о размерах. Это 55-й размер, и я ношу его на вот этом пальце. У меня 17-й размер. То есть примерно вот так ориентируйтесь. То, что здесь 17-й размер соответствует их 55-му. Я изначально взяла 58-е, и тут начинается грустная история. Я взяла 58-е кольцо, потому что 55-е я передо мной прям забрала девушку, и я его на второй день, как я выносила, разбила. Я его разбила, плакала, вот. Но вы не поверите, мы позвонили. Мы, конечно, вообще не пытали какой-то надежды. Мы позвонили с целью того, что, может быть, нам помогут его починить или заменить камень. Потому что мне оно очень нравилось, и я его мало поносила. И как-то было очень неожиданно, и я очень расстроилась. И это был мой подарок самой себе на день рождения. И я поняла, что это как-то грустно. Вот, мы позвонили, думали, что нам помогут, но в итоге, вы не поверите, нам поменяли кольцо по гарантии. Конечно, они пошли на огромные уступки, но в плане того, что это огромнейший подарок, поэтому я просто безумно благодарна. Спасибо огромное, Сваровский, это нереально классно. Вошли в положение и поменяли кольцо, без того, что все-таки мы подобрали неправильный размер с девушкой-консультантом. Вот, но это было просто нереально классно. Да, ну правда, просто слетела у меня с руки, и было грустненько. Вот, но давайте не будем о грустном, посмотрим на само кольцо. Это кольцо-трансформер, они представлены в различных цветах, и разные камни, разные оттенки, разная структура камней. И можно носить, например, вот одно кольцо здесь, не знаю, второе, вот так, да. И то есть ты вот так вот носишь, как в рекламных кампаниях. Можно носить просто на разных, абсолютно на разных руках, да, и тоже вот это таким образом выглядит. Или вот так. То есть можно носить по-разному. Я тогда, честно, когда покупала, думаю, что буду носить по-разному. Но в итоге я ношу просто его совместно. Тоже мы понимаем, что можно либо так носить, либо вот таким образом, да. То есть, ну, как вам по настроению. Мне оно невероятно нравится, оно очень красивое. Всегда все обращают в него внимание, всегда спрашивают, что это. И оно, несмотря на то, что розовое, у него нет подтона, и оно как-то когда все смотрится хорошо. Поэтому это кольцо, мне кажется, я чаще всего ношу. Вот уже прошел год практически моего дня рождения, и я его постоянно ношу. Но что я могу сказать? Что качество металла не очень хорошее. А вот здесь-то как магнитик. А, тут, кстати, написано, что следуй за своей мечтой, расширяй свои мечты. В общем, здесь, смотрите, тоже у нас потемнение. Но, ладно, здесь я как бы прощаю, потому что они трутся друг от друга, как бы окей, еще магнитится. Наверное, да. Но вот здесь просто, и это хорошо, как бы прошел год, и, может быть, там, вы скажете, ну ты год его носила постоянно, да, что ты хочешь, это все-таки ювелирка. Но у меня так произошло еще, когда я только начинала носить. То есть, надеюсь, вам видно, что у меня просто оно все, я не знаю, стало в черных точках какое-то, потертое, неглянцевое. Ну, вообще не прикольно. Издалека не видно. То есть, издалека не видно, но если присматриваться и есть критиковать, то не круто. Вот, потому что оно было дорогое. То есть, оно стоило, мне кажется, порядка, там, 30 тысяч рублей. Еще тогда был курс ужасный. Ну, то есть, не 5 тысяч рублей оно стоило. Но камень отличный. То есть, с камнем ничего не произошло. Все так же красиво, все так же аккуратно. Но вот имейте в виду, что, пожалуйста, аккуратнее. Они нереально бьются. Особенно, если они во мне по размеру. И второе, что я тоже себе приобрела чуть позже. Тогда на Пользонтроп была, тогда был высокий курс. У всех была вот эта истерика у меня тоже. И были скидки. Там, мало того, что на Пользонтроп еще долго Сваровские оставались по старой цене, еще и была скидка. И я такая, блин, я должна приобрести, потому что они мне очень-очень сильно нравятся. Это серьги. Сейчас я их тоже положу. Они немножко выпали. Ну, то есть, вот так красиво смотрятся. Посмотрите, какие они просто невероятно красивые леденцы. И они еще в розовом представлены. Во всех цветах, как мы говорили. В желтом, в розовом и в черном. Но мне больше всего понравились голубые и розовые. Но здесь, что важно, потом мы, когда про форму будем говорить, формы немного своеобразные. И поэтому смотрится все немножко иначе. Внутри у нас тоже самое. Это сертификат подлинности от Сваровские. Это условия ухода. Все-таки это коробочки. И вот так как я на Пользонтроп брала, то у меня здесь еще и... Кстати, стоимости нет. Просто написано, что это серьги, хупы с синими кристаллами Сваровские. Вот. И давайте уже посмотрим на сами серьги. И, как я сказала, если вы заказываете их онлайн, то будьте готовы, что там они по-прежнему тоже продаются, что они немножко такие хамелеончики. И это может вас как обрадовать, так и немножко расстроить. То есть, смотрите, они состоят из основных кристаллов Сваровские и сверху вот эти шипы. И вот эти шипы, они как будто какие-то голографичные. То есть, они отдают немножко в сиреневый. И вот сейчас, я смотрю, они выглядят максимально голубыми у меня. Но они немножко отдают как будто вот сиреневые кончики, да, наконечники вот этих шипов. Вот. Поэтому я, например, розовые не взяла. Потому что розовые выглядели как-то инородно, на мой взгляд. Эти мне очень понравились. Здорово смотрятся. Кстати, они, несмотря на то, что достаточно тяжелые, они комфортно носятся. То есть, они комфортно ощущаются. Потому что Сваровские нельзя померить. Ну, я считаю, что это правильно. Потому что нужно либо супер все дезинфицировать, либо не разворчать мерить. В этом, мне кажется, включается вся сложность, что у Сваровских сейчас достаточно массивные украшения представлены. Померить нельзя, и ты не понимаешь, как это будет носиться. Но эти комфортные. И еще одни я мерила тоже. Я прям их мерила, потому что у меня у подруги они тоже очень комфортные и приятные. Смотрите, они в непосредственно своих рекламных кампаний, сейчас посмотрим. Они их... Нет, я, наверное, так их ношу. А они... Сейчас. Долгий процесс мышления. Нет, я вот так их ношу. Смотрите, я их ношу вот так, чтобы они были просто кольцами. А они в своих рекламных кампаниях их носят вот таким образом. Чтобы они были, как будто бы, вот видите, как будто бы они стоят вбок. Вот. Таким полумесяцем вбок. Мне полумесяцем вбок как-то не очень нравится. Давайте я вам тоже покажу. Это, наверное, красиво смотрится для людей, кто смотрит на тебя сбоку. Потому что... Ну, да, ладно, ладно, но это смотрится тоже прикольно. Но я так вот максимально как-то... Не совсем моя история. Хотя сейчас посмотрю тоже, кстати, интересно. Так тоже можно носить. Ну, сбоку красиво. Но мне хочется, чтобы я сама видела, насколько они красивые. Поэтому я их, собственно, ношу вот таким образом. Сплав крутой. Потому что в последнее время, кстати, у меня чего-то там и на грузинские украшения. Ушки у меня болели и ювелирку недавно мы купили, у меня тоже что-то уши болели. Поэтому я как-то в последнее время немножко поднапряглась. Вот. Но с этими сережками прям все максимально комфортно. У меня даже ничего не воспалялось. Все было отлично. Они, не могу сказать, что суперлегкие и невесомые, но при этом они как-то не оттягивают ухо. Красиво очень смотрятся. Особенно мне очень нравится, если убрать волосы. То есть, если ты убираешь волосы, если у тебя какая-нибудь, да, джинсовка, если у тебя водолазка, мне кажется, что все это смотрится очень круто. Во-первых, я люблю серьги. Я люблю массивные украшения. И просто посмотрите, какая я синьорита. Я не знаю, просто офигенные. И мне кажется, что этот цвет как-то подошел к моим волосам, к цвету моих глаз. И вот в голубом оттенке они еще просто такие вот голубые. Ну вот они очень спокойные, свободные, под джинсы, под какую-то, не знаю, алкоголичку, майку и все прочее. То есть, они смотрятся прям круто. Но особенно я вот советую, правда, убирать волосы. Потому что с убранными волосами просто вот пучок, и вы вообще на миллион долларов. Особенно мне нравится, что я там не крашусь особо под них. Но ты их надеваешь, и у тебя настроение прям вообще под пиджак серый круто смотрится. То есть, они мне нравятся под обычный образ. Честно, я и вот не могу их представить под ковровую дорожку, или под, не знаю, какие-нибудь платья, может быть, джинсовые. В общем, мне кажется, они вот именно прям под косуху, они под какое-то такое очень на чиле, на расслабоне. И выглядят они красиво. Как я уже сказала, вот эти шипы, они разного цвета, они такие многограневые. Поэтому тоже интересные звучания, каждый раз видишь какой-то определенно новый для себя цвет. Потому что на сайте, я видела, они смотрятся такими же, как будто вот у тебя голубые основания и голубые шипы. В жизни вообще не так. Поэтому вот эти серьги лучше посмотреть. Там присутствует этот фиолетовый цвет, он мне немножко, не во всех вариантах заходит. Поэтому, то есть, я бы, например, расстроилась, я взяла бы там желтый, они были бы, потому что с фиолетовым отливом, как-то было бы инородно. Вот, и на самом деле на этом мои украшения от Сваровски подошли к концу. Кстати, хотела вам показать, но не показала. Вот в этой коробочке была желтая коробочка, но она не очень красивая. Поделитесь вообще, как вам украшения от Сваровски, как вы оцениваете историю бренда, то, как она поменялась, какая концепция сейчас у бренда и вообще, как бренд увидел свой путь, свое развитие. Мне кажется, что это, ну, нереально круто. Я, правда, не могу вспомнить ни одного бренда, который взял бы так и вот все бы повернул и сделал бы это очень успешно. Сейчас я, правда, постоянно смотрю, что выходит у бренда, постоянно присматриваюсь на что-то новое. Вот, ну и поделитесь вашим видением вообще, куда все это придет. Будет ли это что-то очень дорогое, коллекционное, потому что раньше-то Сваровски, между прочим, винтажный Сваровский достаточно дорого стоит. Как вы думаете, это останется с нами только сейчас, да, там, какие-то 20 лет, а потом это все будет невостребовано и вернется история к своим кругам, и вот эти украшения будут более, например, раритетные, нежели вот эти, или потом эти украшения тоже на eBay будут продавать и говорить, что, ох, это Сваровский 2010-2020 года. Вот, мне очень интересно ваше мнение. Спасибо еще раз, что посмотрели видео, надеюсь, что вы подписались на канал, написали комментарии и уже ждете следующее видео, потому что мы будем говорить, как я уже говорила, и о косметике, и об украшениях, и об трендах, вообще обо всем. Пишите, кстати, что вам интересно. Вот, мы с вами не прощаемся, скоро увидимся. Пока! Пока!